Здравствуйте, дорогие зрители канала Заметки Нумизмата! Снова с вами сегодня поговорим про золотые монеты времени Николая Второго, ну и наверное начнем сегодняшнюю беседу с номинала 15 рублей, довольно популярная монета, многими называемая ошибочно империалом, хотя ошибка эта частичная, поскольку знаем мы, что 15 рублей по сути есть деноминация из бывшей десятки времени Александра Третьего, которая была собственно империалом. Ну а почему о них стоит поговорить? Потому что в большинстве справочников, каталогов, естественно, мы встречаем с вами традиционную информацию о том, что эти монеты существуют в двух основных вариациях по расположению головы императора относительно круговой надписи. В некоторых случаях за так называемый срез шеи заходят три буквы ОСС, в некоторых случаях за срез шеи выходят две буквы СС. При этом, конечно, мы имеем разные совершенно портреты, совершенно разные базовые инструменты, с помощью которых эти монеты производились, но вот такой отличительный признак, как количество букв, стало традиционно мы используем, в общем-то, всеми авторами, без зависимости от того, какой именно вариант портретов используется. Это уже как бы и не столь принципиально. В реальности, конечно, таких разновидностей гораздо больше и специалисты выделяют и другие, ну и, например, можно встретить такую вариацию, что с двумя буквами СС выделяют разную ширину канта, шире, уже, хотя, наверное, существует вообще несколько вариантов канта разной ширины и также выделяют портрет по такому признаку, как чуб императора, срезанный или полный, что для этого разновидно характерно. Но также интересно, что целый ряд справочных изданий или, скажем, интернет-площадок вместо трех букв за срезом шеи ОСС, иногда пишет РОСС или РОСС, что вроде бы не совсем корректно. Нам известно, что существуют отдельные монеты именно с четырьмя буквами РОСС, причем тоже с вариантами портрета малыми и большими, относят их обычно к пробной чеканке или, скажем, чеканке с использованием нестандартного инструмента. Такие монеты встречаются крайне редко, стоят весьма дорого, но и обычно не представляют большого интереса для коллекционеров, так как реальности найти такую монету мало реально. Тогда зачем в ряде справочных изданий встречается эта надпись буквы РОСС? По сути, что это введение в заблуждение потенциального приобретателя коллекционера, ведь столкнувшись с традиционными справочниками, коллекционер понимает, что буквы РОСС, четыре буквы за срезом шеи, редкий вариант монеты, дорогой вариант монеты, и увидев такой вариант, скажем, на интернет-площадке, коллекционер, наверное, захочет ее приобрести, по сути, обманяться. Но, пожалуй, я вставлю все-таки небольшое оправдание в пользу тех изданий или площадок, которые применяют такое написание, как четыре буквы за срезом шеи. Дело в том, что на самом деле и наиболее распространенная монета, которую называют с тремя буквами за срезом шеи ОСС, тоже есть в разных видах с разным портретом. Можно сказать, портрет меньше и портрет больше, или голова больше и меньше. И вот вариации голова больше, борода императора практически достает до круговой надписи вдоль канта монеты, а срез шеи в районе надписи практически, как стрела, смотрит точно в букву Р этой круговой надписи. Таким образом, получается, что эта монета, ну как бы почти РОСС. Видимо, именно это обстоятельство позволяет, как я уже сказал раньше, ряду торговых площадок, ну или изданий использовать эту терминологию РОСС, применительно к монетам, находящимся в нежномизматическом обращении и доступным для коллекционирования. Ну а для нас с вами, наверное, сейчас важно, что в своей коллекции вы вполне можете иметь, по крайней мере, четыре варианта пятнадцати рублевых монет. С двумя буквами СС за срезом шеи, с вариантом срезанный чуб и полный чуб, и также и с буквами ОСС за срезом шеи, но с двумя вариантами портрета. Голова меньше и голова больше, ну или, если хотите, с вариантом почти РОСС. Так что собирайте, коллекционируйте. Как видите, ваша коллекция может пополняться даже в пределах всем известных монет. Желаю вам успешного приобретения и пополнения вашей коллекции. Спасибо.